Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Бурятии объявили голодовку энергетики. На Украине апелляционный суд поддержал шахтеров. Информационная служба накануне.ру сообщает, что 15 сентября в Бурятии, в Улан-Удэ, работники компании «Территориальная генерирующая компания-14» объявили голодовку на рабочих местах. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. В своем видеообращении они стоят к камере спиной. Рабочие объясняют это тем, что они боятся репрессий со стороны собственника средств производства. По их словам, их лидера, рабочего топливно-транспортного цеха, уже прессует полиция. Также рабочие заявляют, что их требования, которые власти приняли после предыдущей акции протеста в декабре прошлого года, не были выполнены. Красное Радио Фонда Рабочей Академии рассказывало о недельной голодовке на ТГК-14 в декабре 2020 года. Тогда рабочие добились повышения зарплаты на 4000 рублей и пересмотра системы выплат за вредность. К тому же рабочим было обещано, что ТГК-14 присоединится к региональному и федеральному отраслевому тарифному соглашению. Однако этого не было сделано. Рабочие заявляют, что ТГК-14 с 2018 года уменьшила, либо просто отменила дополнительные выплаты за вредные или опасные условия труда, сократила дополнительные дни к отпуску и отказывается выплачивать сотрудникам 50-процентную льготу за электрическую и тепловую энергию за 2020 год. Советские люди в 30-е годы построили Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 и Читинскую ТЭЦ-2 для всего народа. А теперь их преемники на рабочих местах вынуждены каждый год устраивать голодовки, должны прятать свои лица в своей собственной стране, опасаясь преследований со стороны своего государства. Все это потому, что общественная собственность перешла в частные руки, и новые собственники выбивают прибыль из рабочих любыми способами. Красное радио ФРА желает удачи энергетикам в их борьбе и напоминает, что на жизненно важных производствах, где невозможна забастовка, можно применять работу по правилам. Это значит работать в строгом соответствии со всеми инструкциями по безопасности, не использовать неисправное оборудование, не работать неполными бригадами и так далее. По сведениям сайта rudana.com.ua, 14 сентября на Украине в апелляционном суде Кривого Рога состоялось заседание по делу Криворожского железорудного комбината против шахтеров. Апелляционный суд встал на сторону шахтеров и не удовлетворил иск КЖРК. Красное радио ФРА освещало подземную забастовку шахтеров в октябре 2020 года. В акции участвовало 417 человек. Она продолжалась 43 дня. Горняки требовали повышения заработной платы и улучшения условий труда. Что характерно, публичное акционерное общество Криворожский железорудный комбинат начал судебное преследование 10 шахтеров прямо в день окончания забастовки. 16 октября 2020 года в Жовтневом районном суде Кривого Рога Администрация железорудного комбината жаловалась, что на производстве из-за протестов будет простой, а также угрожала увольнениями. Судья Жовтневого райсуда признал действия шахтеров, которые участвовали в забастовке, неправомерными. Но они подали апелляцию. Сейчас защита шахтеров апеллировала к тому, что это была не забастовка, а мирная акция протеста. В борьбе за свои интересы рабочие используют все возможности, в том числе те, которые им предоставляет буржуазное законодательство. Если буржуазные украинские суды могут освободить рабочих от ответственности, назвав забастовку мирной акцией протеста, это хорошо для борьбы рабочих. Главное не в названии. Главное в том, что можно продолжать борьбу за свои интересы. Надо бороться за повышение зарплаты до стоимости рабочей силы. За улучшение условий труда. За уменьшение продолжительности рабочего дня. В прошлом году осенью одновременно бастовали шахтеры Донбасса, Львовщины и Кривбасса. Рабочему классу не будет преград, когда он осознает свое единство и организуется на совместную борьбу. С вами была Светлана Чурякова с коммунистическим приветом из Печоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова